Ребята, всем доброго утра! Мы сейчас идем на завтрак и уезжаем. Сейчас мы все мотра, еще покушаем. Ребята, когда уходят, к ребенку еще красиво. Такие, вот Леночка. Красиво, да. Сидечка. Ага. Красиво, да. А то Миланка хочет на детской площадочке поиграться немного. Вид очень красивый здесь. На море прям. Да, Милаш? Пойдем кушать, Мил. Я говорила, руки не пачканы, только помылись ручки. Пойдем. Пойдем. Здесь детская зона, Миланка хочет здесь немножко поиграться потом после воды. Чуть-чуть совсем, и нам надо ехать дальше. Тоже красивый такой вид. Так, на завтрак буду запеканочку. Здесь кофе капучино. Лика тут и запеканка, и блинчик, да? У Миланка чуть-чуть хоть надеюсь кашки, потому что яичка, комбаска, и огурчик, и компотик. Да, Милаш? Вместе с собачкой. Миланка пришла на завтрак вместе с собачкой. Собачка сейчас всю твою кашку съест. Папа тоже тут будет капучино, блинчики. У папы тарелочка, как всегда, там будет. Бутербродик, блинчики. Вот так вот выглядит зона питания. То есть кофемашина, чай можно попить, блинчики, кашка вся на мультиварке, запеканочка. Кстати, запеканочка очень вкусненькая. Кофе, капучино. И садака все выплют и ест. И компотик очень вкусный. Миланка тоже пьет с кизилом, Милика тоже пьет. Компот с кизилом. Собака у нее все слетает, а, ну вообще. Мы зашли в торговый центр. Как-то он называется, Береза, по-моему. Или как называется, Береза? Береза. Прогуляемся и нам нужно купить карту, сим-карту. Мегафон, наверное, возьмем. Потому что... Мегафон закрыт. Мегафон закрыт. А почему закрыт? 10 минут. Ну, 10 минут, пойдемте погуляем. Ну, пойдем погуляем. Потому что нам нужен интернет. Милан, давайте здесь по первому этажу прогуляемся. Нам нужен интернет. Мил. Даже вот в отеле почему мы не съезжаем. Потому что далеко нам. В общем, мы остановились на один день. Думали, конечно, на недельку где-то остановиться. Но далековато нам до моря с Миланой. Не то, что далековато. Там неудобная дорога. Очень большие склоны. Да, потому что я уже упала. Постоянно ступенька. Да, большие склоны. А если обратно... Я уже упала. В жар. Да, Миланка даже шлепнулась вчера. А если домой потом подниматься, допустим, в объект, это вообще, конечно, очень тяжело с Миланой было. Поэтому у нас не устроило. И еще. Да. И что еще, ну, как бы для нас это очень важно. Интернет. Интернет в гостинице. Он есть интернет. Миланш, рука давай. Легай в гостиницу. Он есть, конечно, интернет в гостинице. Но он очень слабый. Нам для того, чтобы выкладывать видео, очень мало того интернета, что есть в гостинице. Поэтому нас не очень это устроило. Поэтому мы съехали сейчас, едем в сторону бабушки, в Сочи. Мы думали хотя бы на недельку в Лазаревской остановиться, а потом уже в Сочи бабушки. Но решили поехать сразу в Сочи. Сейчас зайдем сим-карту возьмем, потому что нам в любом случае мы даже видео не смогли выложить. Нам нужна сим-карта, чтобы выкладывать видео. Интернет. Интернет. Пойдем, Милаш. Не, Милаш, мы сейчас пойдем тебе собачку возьмем. Здесь вот такие вот игровые автоматы, бижутерия. Милаш, мы сейчас пойдем. Там есть такой прикольный ларек, да, все по 25. Мы сейчас туда сходим, Милаш. Миланка там вчера собачки взяла. Там много вот такая, да. Пойдем друга, да, возьмем. Там еще кошечки есть. И бижутерия очень много. Смотрите, мэджики. Похоже, да. Но это оригинал, ну да. А там по 25 рублей не оригинал. У нас такая идея. Покажи, какие в оригинале. Я уже не помню. Но здесь коллекция побольше. И тут прямо имена написано. Там написано имена. Здесь 12 русалочек, а там, по-моему, 4 русалочки. В общем, мы сейчас погуляем по торговому центру чуть-чуть. И пойдем возьмем сим-карту для интернета. Девчонки уже сходили, купили тут разные интересные штучки. Ну, по-моему, с другой. С другой? Ну, тоже ларек по 25 рублей. Сколько он беседа. Классно вообще ларек. Слушайте, по 25 рублей. А мне сейчас ты ее разговариваешь, потому что так все не ровно. Мне так понравился этот браслетик, Милаш. Сейчас покажешься. Дай покажу. Смотрите, какой прикольный слоник. Такой яркий, классный браслетик. Представляете, 25 рублей. Еще, Милашка. А все такие дорогие браслеты. Да, Милашка, только сильно не тянет. Он очень такой плотный. Потом вот такой хомячок. Кто это такой? Брундучок? Брундучок. Брундучок. Потом вот такая улитка. Вот такая зебра. Ой, а что она так вот тут липнет? Вот такая вот. Зебра вот такая вот, да. И что там еще у вас? И все. А, и все. Вот 4, да? Игрушки. Все, мы сейчас едем в Сочи. Нам тут ехать, наверное, часа полтора минимум. И как будет пробка? Ну, мы смотрели в лоу пробочка. Прям такая бордовая по навигатору пробочка. И это может быть и 4 часа в итоге выйдет. Я не знаю, как. Хотя мы сейчас вот 10 утра только. Вот они. Ух ты, классные. Смотрите, какой получился с вами. Едем по серпантину в сторону Сочи. Первое лоу, да, будет сейчас после Лазаревского? Ну, нет, еще будет как-то поселки. Да? Вот сейчас такой серпантин. Мне он, конечно, очень нравится. Главное, чтобы нас никого не укачало. Вообще здесь очень красиво. Немного, конечно, так страшновато эти серпантины проезжать. Но они, не знаю, красиво очень. Нам нравится здесь. Лик, тебе нравится серпантин или ты боишься? Ну, такого. Ну, такого? Только ночью боится. Ну, у нас сейчас 11 часов. И, как бы, в принципе, я думаю, часа через два мы должны приехать. Если в лоу не застрянем, потому что по навигатору в лоу там прям пробочка такая конкретная. По крайней мере, минут 30 назад мы смотрели. Была такая конкретная пробочка. Ребята, еще очень долго. Вавария. За лоу. Вавария. У меня здесь еще очень долго пришлось идти на навигатор. Оп. Мы уже заехали в лоу. И мы столько простояли в пробке сейчас. Она вообще не двигалась. Не знаю. Мы, наверное, часа полтора, час, да, простояли? Ну, то еще не конец. Едем дальше. Едем дальше. Едем дальше? Еще озер в пленок. Миланка тут кошечка. Лика играется. Лик, в какую игру вы играете с Миланой? В инстаграм. Понятно. А играли в какую игру? Аквапарк. Скучаем, да, Милаш? Так долго в пробке. Скучно. Мы уже в Сочи. Миланка, где мы? В Сочи. В Сочи. Приехали к бабушке. Тут Данка. Привет. С тетей Леной. И сегодня же они уезжают. Обратно в Питер. Мы приехали, они уезжают. Сейчас ждем Лику с папой и пойдем на пляж. Да, Милашка? Я кот. Помогай Дане подушку тащить. Да. Спасибо. А тебе с вами сказали. Но мы с ней купаться, наверное, не будем. Да, Милаш? Да. Где там наша ладника? Почему не так долго? Лика, где ты там застряла? Все, пойдемте. Мы с ней не будем купаться. Мы просто прогуляемся к морю. Вообще мы не очень будем центральные пляжи. А мы идем сейчас на Ривьеру. Пляж. Центральный пляж. Поэтому просто Данка тут сегодня уезжает. И Данка хочет с ней искупаться. Тетерина там вещи собирают дома. И мы за компанией тоже вместе идем прогуляться. Потом вечером пойдем в аэропорт провожать. Тетерина с Даной. Данка пошла купаться. Да, прохладная, Милаш. А ты стоишь здесь. Я только шортики сняла. Тут не намочи. Ближе уже не едет. А то намочишь маечку. Ножки мочите, да, бабушка? Дальше мы идем. Завтра поедем купаться, да? Эти дожди как-нибудь. А вода, кстати, не холодная. Не холодная вода. Не холодная вода. Нет. Ярек, не холодная. Ух ты. Сейчас едем в аэропорт. Сколько нам ехать? Минут 30, да? Полчаса, да. Полчаса. Вроде бы пробок нет. Вечером хорошие. Лена, у тебя во сколько самолет? В 20-30. Так что вы... Два часика. Ну, где-то часик посидите, потом будет у вас регистрация. Баддлер едем сейчас. Лика осталась Нилан Гайдон. А потом уже в самолетике посидите, подождите. Да. Надеюсь, пробки не уйдут. Главное, найти свои ворота, гейт этот. Я не знаю, здесь тоже так же. Стойку регистрации свою. И все, и сидите там. И поспойдем, сказал, если что-то непонятно. Да там не сложно, что-то. Ну, там все, да, расписано, написано, все понятно. У тебя билет электронный или на руках? Электронный. Все, с паспортом подойдешь туда, к стойке. Тебе дадут билет и прямо спроси, куда мне идти. Тебе все расскажут, да и все. Утеплились? А это же даже вжало. В Питере холодно. Что-то я не проезжал бы никогда. В Питере сейчас дожди, тут и холодно. Ну и хорошо. Нам в аэропорт надо. Ленка, ты замерзнешь. А у вас не шеет? Не, ну там же встретят вас на машине, так что по-быстренькому. В машину и домой. Там вроде в Питере сейчас 15 градусов. У нас 35, а там 15. Тепло. Всего ли. У нас еще вещи, мы еще даже не убрали. Чемоданы в багажнике, еще ничего не подоставали. Как-то так быстренько все. Да, проскочил день так быстренько. Доехали в тоннель. Вечером так красиво ехать. Все везде светится. Вранечки. Здесь камеры стоят. Всем привет. Как светло. Прям слепедно, неприятно. Угу. Тогда должно быть от дневного освещения. Вечером влажно другую пойду включить. Когда солнце заезжает, чтобы не темно было так сделано. Скорость 80, можно ехать, значит, 95 где-то. Ну, 95. Прямо актер. О, сразу темно. Сейчас это так. Да красиво там. Российский университет, автомобильный, дорожный там какой-то там. Он успел прочитать в авиации. Это ЖД вокзал, Адлер. А нам сколько еще ехать? Через 5 минут на месте уже. А, и уже мы подъезжаем тоже. Так, ну мы заехали в аэропорт. Потом крутится, видишь, как? Угу. Ну, это он так показывает. Скорее всего, вот сразу. Так это вот здесь, да, наверное, паркуешься, да? А ты не знаешь, Лена, куда тебе? Да. А, ну вот, заходят они все. У них только рюкзачки. Я проведу, а ты тогда... А тут для такси. Ну, давай, активно. Хорошо, давай. Оп. Так. Не знаю, куда. Ну, там меня все равно, наверное, не пустят. Сейчас, смотри, там у вас вход. Вот. Я даже не знаю, куда это... Ну, пойдем там спросим. Все равно сейчас будете проходить. Заходите к паспортному контролю. Все, я провела. Конечно, рановато мы приехали. Наверное, часа два будут точно они торчать в аэропорту. Ну, но зато лучше раньше, чем опоздать. Все, я быстренько. А там они сейчас заходят на... Ну, как, не регистрация еще, именно в аэропорт. И смысл нету, да? Они сейчас будут еще сидеть. Часа, наверное, два-два с половиной. А, вот, парковочка спокойная. Знаешь, здесь и стоят. Ну, ну да. Там просто запущено было стоять вообще. Ну, мы постояли пять минут. Ну, да, вам же трудно пройти два шага. Вам нужно прямо к двери, чтобы... Ну, мы же не знали, что здесь парковка. Там все паркуются, выбегают быстро, там, на 15 минут. Разрешено только 15 минут. А здесь вообще, посмотри, пусто, никто не ставит машину. Ну, потому что, что ж здесь ставить, если можно прямо около двери. Так что тетя Лена с Даной улетели в Санкт-Петербург. Потом они хотят поехать, по-моему, в Прибалтику куда-то. А потом... Ты правильно едешь? Ну, наверное. Сама-сама поговорила. Правильно едешь? Наверное. Я посмотрела навигатор. А после Прибалтики опять хотят приехать в Сочи. Отдыхать, в общем. Вот так вот, где-то развеселое туда-сюда. Так, это мы выезжаем, да, теперь? Ты что, смотри, двойной шлагбаум. Угу. Ближе, куда еще ближе. Ну, по большому счету все аэропорты, они одинаковые. Ну, говорят, в Адлере очень красивый адрес. Ну, я не про внутреннее убранство, а вот по тому, как подъехать, как выехать, условия стоянки. Везде 15 минут, везде эти направляющие. То есть, ну, везде одинаково по всем. Дело на стандарте. Лена, с бутылкой воды, не знаю, то ли мне отдать, то ли что. Ну, я у девушки спросила, на которой... Да, международный рейс. Я спросила, девушка говорит, сейчас можно проходить, а именно на посадку не более 100 миллилитров. Ну, сейчас как раз за 2 часа выпить. Ну, да, я говорю, проходи, как раз выпить, что там у нее где-то пол-литра водички, минералки, так что... Мы, когда в Турцию летели, я с собой взяла тоник для лица, вот. И он был, сколько там, по-моему, 200 миллилитров. И мне его забрали. Или с Турцией, или в Турцию, я не помню. Наверное, из Турции, потому что девушка на английском пыталась мне объяснить, что нельзя с собой это провозить. И, в общем, взяли и... Ну, надо было выпить быстро. Ну, да, конечно. Турник был новый, хороший, так жалко было его. Турецкий, да? Нет, турецкий. А как ты не турецкий? Турник привезла в Турцию? Вот в том-то и дело. Вот сейчас вспоминаю. В Турцию, значит, можно, а в Турции нельзя. Я про это и говорю, что многое зависит от самого аэропорта, от сотрудников работы уже. Да, туда я провезла его. А обратно мы из Турции, я вспомнила, да, мы летели. И мне его забрали, выкинули. Нельзя было провозить. И он же у меня был 200 миллилитров. И я тоже вот сейчас вспомнила, да, не более 100 миллилитров. Надо было отлить. Не, емкость, наверное, должна быть. Ну, скорее всего, да. То, что ты можешь взять трехлитровый баллон и накапать туда, да. А твоя емкость должна быть маленькая. Так что вот так, такие вот правила.